друзья всем привет сегодня хочу вам показать как сделать шикарную штучку для дома из остатков пряжи и бусинок еще можно использовать веточки вот хочу таки приспособить у меня остались но веточки не обязательно и можно даже другие веточки использовать просто какие-то тверденькие чем как вам нравится у меня есть вот такие веточки и вы я их собираю в 4 пучка и по краям вот так вот отступая немножко завязываю кусочком веревочки такой желтовой можно любыми нитками завязать несколько узелков чтобы хорошо держалась из другого края точно так же надежно завязываем краешек я обрезаю хотя можно тоже оставить его и так вот я сделала их 4 штуки можно кстати 3 сделать не ромб а треугольник теперь эти четыре пучка веток буду связывать между собой я оставляла специально хвостики чтобы не нужно было дополнительно нитку привязывать и вот так вот несколько раз наматывая делаем простые узелочки и фиксируем их в нужном нам положении напоминаю можно другие веточки взять обычные коричневые можно три пучка сделать тогда будет не ромб а треугольник веточки я добавляю мне очень хочется такое вот весеннее настроение создать для этой поделки хочется уже весны очень сильно поэтому веточки нам пригодились здесь фиксируем все хорошенько теперь берем круг значит я его делала из картона просто взяла тарелку обвела на куске старого старой коробки круг и вырезала его потом я его обмотала скотчем в два слоя то же самое можно сделать и из проволоки или взять старые пяльца то как я делала вот такие вот круги из проволоки из картона вы можете посмотреть предыдущем видео там я подробнее на этом останавливаюсь мы делаем такой кружок из того что у нас есть под рукой и потом просто обматываем пряжей вот какая у вас есть толстая тонкая пряжа любая у меня вот осталось черное это ирис х бешный ты обмотала весь круг и кончик нитки завязываю на пару узелков чтобы он хорошо держался можно его еще подклеить с краю горячим клеем или обычным потом берем вот такую вот серединку серединка у меня связано из тех же не так самым-самым простым способом сейчас я вам покажу как ее вязать покажу на толстых нитках вот так вот чтобы вам было более видно делаем закрепочную петлю и набираем 6 воздушных петель это пожалуй самая простая вот такая салфеточка которую я только могла придумать соединяем эти шесть воздушных петель соединительной петлей или столбиком как правильно назвать теперь делаем 3 воздушные петли подъема и вводим крючок в колечко и вяжем 11 столбиков без накида прямо в колечко то есть мы наше колечко обвязываем столбиками без накида вяжем их 11 штук то есть вот этими тремя петлями подъема у нас получается 12 таких столбиков ниточку ввязываем туда или можно ее обрезать вот мы связали входим во вторую петлю подъема будем крючочек в нее и делаем соединительный столбик или петлю как у правильно назвать вот у нас получается такое обвязанное колечко дальше мы набираем 6 воздушных петель набрали и ввязываем их через один через один столбик через одну петельку одну пропускаем а во вторую провязываем стол и столбик без накида вот таким образом нас получается такая петелька арочка такая набираем опять 6 столбика и 6 петель воздушных опять пропускаем один столбик и через один провязываем столбик без накида делаем такие арочки получается из 6 воздушных петель делаем арочки по кругу через с 1 столбик через одну петельку провязываем набрали 6 воздушных петель пропустили одну дырочку во вторую вязали столбик без накида и замыкаем ряд 6 воздушных петель и стараемся попасть вот эту дырочку с которой первая арка была сделана и туда провязываем соединительный столбик вот таким образом дальше мы будем делать арочки уже на 3 петли больше поэтому мы вяжем 9 воздушных петель и провязываем под аркой в серединке столбик без накида опять 9 воздушных петель и провязываем в арку в серединку столбиком без накида и так до конца ряда то есть у нас получается вот эта салфеточка такая снежинка не знаю какой назвать серединка она состоит просто из воздушных петель и столбиков без накида то есть проще не придумаешь вяжем до конца ряда также уже теперь 9 воздушных петель и провязываем их в середину арки столбиком без накида если хочется такой более сложный узор очень много вот именно по салфеточкам мастер-классов нужно так сделать посложнее узор следующие арки у нас уже 12 воздушных петель ряд закончили с девятью воздушными петлями теперь 12 воздушных петель и опять же подарочка крючок и столбик без накида опять 12 воздушных петель под арочку крючок и столбик без накида и так до конца ряда то есть я вам показываю для тех кто также как и я не особо связанием прям связан самый-самый простой вариант быстрый и простой для серединки заканчиваем ряд из 12 воздушных петель провязанных в арочку столбиком без накида вот такая вот штука получается вы можете ее увеличивать до такого размера который вам нужен каждый раз ваша арка из воздушных петель увеличивается на три воздушные петли вот у меня такая же только из черных тоненьких ниточек я специально не вяжу большего размера чтобы прям заполняла кольцо потому что мне нравится когда она натягивается вот это расстояние соединять ее с кольцом я буду вот таким вот самым простым для меня способом привязываем ниточку краю круга на несколько узлов обрезаем так запасом чтобы вам хватило я беру бусину нанизывая ее и вот эту нить заправляю в арку нашей серединке вот таким образом перехватываю через кольцо опять продеваю бусину и опять через арочку перетягиваю нитку снова перебрасываем через кольцо добавляем бусину и протягиваем через арочку прелесть такой штуки в том что может быть любого цвета любые бусины подобрать как сориентироваться чтобы было красиво выглядело в итоге изделия можно взять все бусины которые у вас есть нитки и просто прикладывать и смотреть насколько вам нравится сочетание цветов то что здесь вообще фантазии ездить и разгуляться конечно но я как всегда все что под рукой под рукой черные нитки и зеленые старые бусы разобрала и теперь у меня есть зеленые бусинки вот так вот подтягиваем приблизительно не бойтесь если там немножко неровно в конце вот это все хорошо можно выровнять подтягивая ниточки вот я последнюю арку захватила вот видите очень легко потянув за ниточки разместить вот этот вот вязанный узор внутри более симметрично где-то подтянули где-то немножко ослабили и получается как раз в серединке там где нужно вот таким вот образом когда все потянули все понравится берете и ниточку хорошенько фиксируйте на круге несколькими узлами вот этот край я еще но клеем подклею для надежности лишнее обрезаем вот теперь мы размещаем наш круг вязаный в середину ромба или треугольника что там выбрали из веток и его фиксируем на ромби из веток для этого я беру отрезки не так с запасом и вот так вот привязываю к кругу я хочу сюда еще дополнительно добавить бусин поэтому я прикладываю смотрю какие сюда мне нравятся какие подходят такая вот кругленькая на пуговичку похожие фиксирую узелком и добавлю еще зелененькую вот так вот подтягиваю теперь делаю то же самое к нижнему углу сначала привязываю нитку такую беру с запасом чтобы вам хватило потом привязать сделать узелков несколько и добавляю 8 тут могут быть они любые какие вам нравятся вы прикладываете смотрите красиво и тогда добавляйте чем больше декора тем интереснее но это вообще принципе кому как нравится кому-то более такой минималистичный вариант нравится когда уже все нанизали и завели завязали на круге вы теперь можете его так подтягивая чтобы он был симметрично расположен все подтянули и привязываете надежно узелками углам вот таким вот образом подтянули посмотрели все ровно и тогда уже можно узелком зафиксировать вот хотя здесь даже какие-то неровности они не сильно в глаза бросаются потому что много декора я вот эти узелочки еще горячим клеем подклеила и добавила наклеила бусин ниточки срезаем лишнее теперь все надежно зафиксировано и хочется весныш понимаете добавила еще вязаные вот такие вот милые листики хочу добавить как вязать листики показываем опять же на толстой пряжи что было более понятно тоже очень простой самый примитивный такой самый легкий способ связать листик берем делаем 11 воздушных петель вяжутся быстро эти листики я просто подробнее показываем помедленнее в третью петлю от крючка вяжем столбик без накида потом делаем накид и следующую петельку мы вяжем столбик полустолбик без накида вот таким вот образом смотрите 3 сразу об провязали мы полустолбик без накида в следующую вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю 1 связали и туда же в ту же дырочку столбик с одним накидом связали дальше делаем 2 накида и в следующую вяжем 1 столбик с двумя накидами провязали дальше делаем 2 накида и в одну петлю вяжем 2 столбика с двумя накидами 1 5 2 накида и в ту же дырочку второй столбик с двумя накидами провязали дальше делаем столбик с одним накидом следующую петлю в следующую вяжем полустолбик с одним накидом это когда вы три петельки протягивайте в следующую вяжем столбик без накида вот что у нас получается половинка листика дальше воздушная петелька хвостик придерживаем и вот в первую дырочку мы провязываем столбик без накида хвостик ввязываем придерживаем в следующую дырочку мы вяжем полустолбик с одним накидом то есть мы по сути повторяем рисунок тот который мы провязали на той стороне теперь столбик с накидом вяжем провязали хвостик придерживаем теперь столбик с двумя накидами там даже когда смотришь противоположную сторону видно что надо следующее вязать я буду все подробно так если вы не специалист как и я что было понятнее следующую два столбика с двумя накидами 1 и 2 туда же ту же дырочку да провязываем и 2 столбик с двумя накидами тоже дырочку провязали дальше делаем 1 столбик с двумя накидами и провязываем следующую дырочку провязали дальше делаем 2 столбика с одним накидом и провязываем в одну дырочку 1 столбик с одним накидом и второй столбик туда же с одним накидом провязали теперь вяжем полустолбик с одним накидом следующий столбик без накидом так вот и в верхушечку зашли и соединили вот так вот соединительной петелькой соединительным столбиком вот у нас получился листик теперь делаем воздушную петлю и будем делать серединку как делать серединку вот смотрите если растягивать его так там видны дырочки вводите крючок в эту дырочку подхватываете нитку и протягиваете ее через петельку опять в дырочку и сверху вниз подхватили нитку и через петельку опять снизу подхватили и через петлю подхватили и через петлю дырочку вниз подхватили и через петлю и так до конца и завершили воздушной петлей вот такой вот получается листик я вязала для скорости а вот кстати еще если там кусочек остается можно ему подрезать я для того чтобы было быстрее вязала сразу же еще один что был такой парная веточка такая получилась набирала несколько воздушных петель буквально там 45 и потом делала маленький листик сейчас вам покажу еще это 6 воздушных петель опять в третью петлю от крючка делаете столбик без накида потом делаете полустолбик с одним накидом потом делаете столбик с одним накидом и в ту же дырочку опять делайте столбик с одним накидом так дальше вяжите следующую петлю полустолбик с одним накидом и в следующую ой столбик с одним накидом и следующую полустолбик с одним накидом потом просто столбик без накида переворачиваем делаем воздушную петельку и повторяем все в обратном порядке опять столбик без накида потом полустолбик с одним накидом потом столбик с одним накидом потом два столбика с одним накидом в одну дырочку затем опять столбик с одним накидом полустолбик с накидом просто столбик без накида и и соединительная петелька ну тут мы фиксируем делаем тоже вот такой вот серединочку снизу подхватываем и в петельку вправляем нить очень быстро просто листики вяжутся быстро самый простой способ как мне кажется мы довязали до середины нужно еще связать так вот несколько телек чтобы не распустилась ничего получается такая вот веточка из листиков вот такой вот весенний интересный декор мне получился в итоге мне очень нравится по настроению по цветам можно забить небольшой гвоздик в стене и повесить его вот таким вот образом друзья всем большое спасибо за просмотр увидимся в следующих моих видео пока